все пустота все расходятся так спать мы еще не собираемся и вот почему крутой знак урумье мой город куда еду знак махаббат куда я не еду сейчас пока что Ну вот, карта показывает, что сейчас будет поворот направо. Ну, теперь, когда я сам на велосипеде, без друзей, то это немножко другие ощущения, но меня смотрят, иначе… Дорога говорит сюда, ну давай. Мне нравится, что посёлки так бетонизированы, типа стараются, чтобы повода не было, молодёжь. Стоять посреди дороги, и это нормально здесь, я уже не первый раз замечаю, даже когда был, с друзьями и на машине, все объезжают, нормально, отстали и общаюсь. Ага, та сторона, с которой я уехал, она ещё под солнцем, а у меня уже тенёк. Как это происходит, вот я вижу, обогнала машина, останавливается, ничто не предвещало их остановки, скорее всего, а вот и оно. Ага. 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 Пока ещё не скажу, что дорога красивее, чем та, но вот уже тут почаще останавливаюсь. Салам. Так, это вот этих ребят я знаю. Салам. Ей-богу, ехал и думал, может заехать купить сладкой воды, давно типа сладкого не ел, но остальные думают, надо с сахаром немножко ограничиться, и на тебе. Салам. 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 Догнали, дали мне продуктов, точнее обогнали, купили и едут обратно, пригласили к себе домой, но я же сказал, что всё. Сегодня хочу хоть немножко проехаться. Молодёжь, конечно очень много нормальных людей, но очень много таких, прям иное воспитание, вот иное воспитание чувствуется. Говорят, эти ребята взрослые, мне эти малые, малые ничего не говорят, говорят, всё, едь в мечеть, в эту деревушку и там спи, там будет тепло. Ночью здесь холодно, не поеду, ну понятно, что в мечете будет тепло, её надо где-то ещё найти, хотя опять-таки не в этом дело, а хочется сегодня покрутить педали ещё. Хотя вот еду сверху, смотрю на крыши и думаю, ну в мечете так классно будет спать, там типа меня никто оторвать не будут, мне просто дадут место и всё. И хочется, хочется, потому что тоже опыт интересный, я думаю, что вот это она что ли? Так-то я её не вижу, нигде минаретов не видать. Хотя можно подождать ещё немножко сейчас, начнёт скоро зазывать на вечернюю молитву, на вечерний намаз, я точно узнаю где она. А вот они искали супермаркет и тут возле него, вот магазины. Так, ну мне получается в магазине уже ничего не надо, фрукты разве что. Так, ну да. Поехали receptor. В семье Гальные от зародка. Вahh. Это парень. Т کہ за временное летит. Салам Класс, да вечер и солнце прям со скоростью, со скоростью света садится свет, Руста, она же по-русски деревня, находится вот за поворотом, и прям соблазнительно, но нет, попробую, зато какой вид на долину реки открывается, надеюсь сейчас могу найти какую-то площадку под палатку, с таким шикарным видом и соответственно, если вечером солнце на этой стороне спряталось скорее, чем на той, то соответственно, утром здесь должно быть солнце скорее, и это тоже хорошо. Эх, если бы это была пустующая дача, я бы поставил палатку, вот с таким видом, а верхние склоны, все в виноградниках, тоже негде поставить, вид потрясающий, утром думаю вообще фантастика, ну где здесь ночевать, не хочется, вот в этой стороне не хочется на обочине. Фото конечно огонь, не хватает глубины изображения, из-за вот той дальней дымки и слабого освещения, тут я оборачиваюсь и смотрю, стоит как бы козырёк, там как бы ворота, но это уже похоже на чей-то огородный участок, потому что дальше тоже красивая река, но она ходит уже более узким ущельем и оттуда вид такой больше открываться не будет. Короче, какой у меня сейчас план, иду, возвращаюсь к велосипеду, беру его и пробую, смотрю те ворота, если я там прохожу, я ночую там, утром делаю фотографии, продолжаю, и как раз в той Русте, деревня с Фарси. Позавтракаю, всё, план есть. А наверху там вообще какой-то бетонный блок. Так, ну сбоку тут по обрыву можно пройти, точнее пешком, да и велик даже с ребром затащил, блин и ворота закрыты. А место прям улыбается, очень не хочется уезжать с этой локации. Пешком похожу сейчас, поразведу, что здесь можно придумать. Внизу там прикольная поляночка. Так, смогу ли я тут прорваться, и там деревья мне мешать будет весь вид портить, а здесь, а здесь негде и куча навоза, удобрения. Вон та плянка, ну как тут, ну в смысле, я-то лажу с велосипедом по таким вещам, ну когда это крайняя необходимость, когда есть вариант посмотреть ещё. Стой, ага, в заборе была дырка, где-то завязали, посмотрю на сколько плотно завязано. Мне бы не понравилось, если бы кто-то развязывал вот что-то такое, ну это в смысле видно, что много узлов, что это типа ремонтировали, а не вход. И вот вариант с мечети был бы сейчас конечно в тему, как утром как раз тут и был бы. Я не медвежатник, чтобы так красиво открыть замок, и не вандал, чтобы его ломать. Просопал виноградник и всё, у тебя вот такие помоги. Вообще нигде не пахнет местным. Пока я вот это занимаюсь поисками, соответственно, тем больше и больше я себя здесь закореняю, ну потому что сейчас уже стемнеет, куда я буду ехать. О, кажется впереди что-то и вид там нормально откроется, проеду ли я туда. Кто ищет, он всегда найдёт и верное было решение проехать чуть-чуть дальше. Да здесь вид вообще на миллион. А нет, я чуть-чуть не доехал. Так, пусть полежит, я быстро на разведку, я вон то место хотел. Ну там непонятно есть забор или нет, ну меня даже здесь почти не видно. О, пожалуйста, шалаш, ну дождя не будет, аж завтра после обещают. Тропинка даже есть, дрова, если бы вдруг мне надо, был костёр. Ага, я думал, что за красивая полянка, это тоже ещё один шалашик. Вот он вид, всё хорошо, можно туда даже и не ехать, не ползти, а что здесь у нас? Ага, здесь ещё одна перлога. Не, ну балки мощные смотрю, поперечные тоже, где они вон мощные. Да, всё, есть, место нашёл. И вот так вот я утром проснусь, ну всё, за великами иду. Это тоже хорошенькое место. Я считаю, да что считаю, я говорю, это крутое место, зажглись огни посёлков, городов, которые там чуть ниже, я поставил палатку, даже не буду ставить чехол, думаю, что не надо. У меня есть вкусная еда, у меня есть печенье, которые ребята мне купили, там булочка и сладкая вода, если б не ребята, я бы ещё не купил, но сегодня решил, что хоть и хочется сладкого, но думаю, что без сахара. Ага, машины, которые едут в том направлении, ближе к этому краю, они меня видят, прям на протяжении всего пути, но надеюсь, ночью никто не будет ездить. Телефон не ловит у меня здесь, наверное близость и рака сказывается, не хочет подсоединяться к сети. Всё и отдыхать, а завтра пусть будет очень продуктивный день и сегодняшним я в принципе доволен, доволен, что нормально попрощался с человеком, не гнал там в 7 утра, оба люди идут, выключаюсь. Поздно меня заметили, ко мне идут, ну дело вид, что типа всё нормально и я переживаю, точно ничего не будет, я переживаю лишь за то, что вдруг будут ночью кто-то приходить и пробовать что-то там стащить, то что сейчас мне ничего не скажет, это я спокоен, ну и то, что именно так вот по-светлому, точнее вот когда я стою, бодрствую, тоже не переживаю, а вот за вот тут вот, а вон машины их по полям едут. Не хотят, что я их снимал и показал вроде бы, что всё нормально типа, хороший фильм снимания, да-да-да, на вид нормальные оказались, в смысле не переживаю, что ночью кто-то придёт, хотя на всякий случай пристегнул колесо к раме, если меня уже эти фермеры местные увидели, то в принципе можно светить дальше, можно подумать, но нет, дальше выключаю, потому что могут здесь вот разгорячённые всякие люди, вдруг захотеть поискать приключений для себя и тут я такой, я-то им ответить отвечу, но вот кроссовки у меня уже одни ушли. Не буду конечно уверять со стопроцентной гарантией, но очень мне кажется, что если ребята появились вечером, вот там машины их вижу силуэт и отойдя от меня, я услышал звук бензопилы, скорее всего, они сейчас и не хотели, чтобы я их снимал, хотя все курды любят, чтобы я их снимал, прям сами просят сфотографируй, сними, редко-редко когда там отворачиваются, то наверное они просто сейчас нарушают что-то, правила и пилят деревья, ну мне так кажется, поэтому не захотели, чтобы я их снимал, ну и машина у них такая тоже видно, пикапчик, чтобы погрузить, берём. Утро доброе и прекрасное, ну что пора просыпаться, утром поставился будильник на 6 копейками, ещё до рассвета, так холодно было, что я обратно в спальный мешок, думаю не плохая идея, плохая, спал прям с носом закрытый. Было солнце, теперь опять затягивает облака, меня никто не трогал, классно, я пару раз ночью просыпался, типа смотреть, все ли хорошо, все хорошо, подъём, зато долина красивая. Утро, термометр показывает 5,5 градусов, свежовато, с утра я обнаружил, что у меня отлетел один болтик в укрепление сумки, не впервые, я обожаю сумки Ортлип, но это не первый раз, когда что-то вот подобное происходит и вчера днём, когда я выезжал от Саммана, точно было всё целое, видно, тряска была, где-то потерял, буду сегодня решать этот вопрос в какой-нибудь деревне, всё-таки хорошо, что я вчера промахнулся, с утра там уже работает трактор, то там, то там и то место, которое я присмотрел, скорее всего, там бы мне шумели, если бы спал до этого времени. Здесь вот спокойно человек приехал, кучу навоза развозит, со мной поздоровался и тихо, спокойно, я при этом любуюсь этими видами, мне нравится, что я здесь смог остановиться на этой крыше, а не, ну прям романтика такой, оп, выглядываешь и здесь такая. Вчера с вечера приготовил все комплектующие, чтобы приготовить себе чай, ну вот сейчас и думаю, готовить мне чай, не готовить мне чай, наверное буду пока собираться и приготовлю себе чай, кстати, подойду к нему поближе, потом только на расстоянии поздоровлюсь, если у него будут угли, я там себе сделаю чай, без своей горелки. Так, ну судя по всему, там целый этот набор для чая своего и с утра он ехал, тарахтел, он привёз тачку, которая каким-то образом была привязана сбоку что-ли, я так и не понял, как он её привёз, на дереве что-то висит, здесь место под костёр и даже вон, кто-то на этой штуке под костёр сделал. У меня есть из травок, лучше сейчас из травок попьём, тем более, раз он мне сам предложил. Чай. Задам би, аре. Хубин? Хубин. Еки. Аре? Аре. Дарий чай, да? Аре. Аре ове. Моя червяга не может быть Да. Отчет звуки есте orже? Хубин. Шут avec реактора, что ли? Заданы? Куда сопствarnая? Да. Посмотрите. Угу, которую вы protestаете? Шут. Какly еще. Маме! Параллельно и чай готовлю, я общаюсь по возможности и собираю вещи, палатку надо, пока чай пью, она досохнет снизу, влажность и такой красивый обрыв. Из-за сумки расстроился, хотя вспомнил, что и на прошлом у меня такая же история была, я винтик потерял, новый где-то придумывал, поэтому сейчас заеду в село, надеюсь, что маленькое село, но как обычно будут какие-то на въезде-выезде СТО, я там придумаю что-то, слава богу, руки есть, голова есть, даже знаю какой план, как это сделать. Мамм, ням-ням! Ммм, ням-ням! Ммм, ням-ням! Сау-на, но... Село-пант! Мамм, даро-мирям село-шаш. Село-шиш-ям! Сау-м Миха... Ма, мамать... Руслан? Четверо детей, 35 лет, и мне 36 на год старше. Я тут смотрю, тот, кто выглядит, как я, по внешности, им лет 25, а те, которые моей внешности, я всегда думаю, что им лет 50. О, высохла одна сторона, отлично, вот так я в гости хожу к соседу. Видно, ещё не настало время горелки, ни разу не испытал. Ещё один из, опять-таки, любимых их вопросов, есть ли у тебя паспорт, я говорю, да, а у тебя нет, а хочешь, нет, не хочу, но при этом спрашивают, и начинают, там мой дядя уехал в Швецию, брат жены уехал там в Англию, я говорю, о ты хочешь, он такой нет, типа нет, потом, ну тоже спрашивают, а где хорошо, в Америке классно было бы жить, он такой, и все одну цену называют, 500 миллионов туман, это 17,5-18 тысяч долларов, не знаю, что за цена у них такая, и похоже, это ещё и нелегально их туда куда-то переправляют, в какую-то страну, не обязательно в Америку, ну вот ценник такой, все говорят, все знают его, не знаю, что за ценник. Ну и значит, вспомнил, что надо все болтики подогнать, вот посмотрим, как я ещё их не трогал, хотя всегда раньше говорил, что покупая сумки ортлип, сразу надо затягивать гайки и желательно ставить даже фиксатор резьбы, вот сейчас забыл, переставил уже болтик с центрального положения, верхняя, потому что здесь всё-таки на этой висит, а тут вон, доставлю, ту потянул, эту потянул, теперь к депе добрался. Это был следующий на очереди, сразу значит, багажник проверим, а не, нормально, подножка что у нас, чуть-чуть, ого, тут побольше. Собрался, чисто вокруг, всё, всё убрал, говорю до свидания своему соседу, он же хозяин этого поля, и еду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Вот до этой дороги я вначале хотел доехать сюда, и хорошо, что не доехал, потому что я бы то место не заметил, там где стоит мотоцикл, а поехал бы туда, а там уже с утра движение. Ну тут много таких, смотрю, шалашей и вон даже есть. В принципе, если дальше будет такая же культура у них огородов с шалашами, то вполне легко здесь ночевать. Так, и сразу же у меня спуск, но карта рисует, что у меня сегодня жёсткий будет, вверх-вниз такие там жёсткие подъёмы, что можно не радоваться. Ну ничего, дня два, и потом вроде бы уже, здорово, и потом вроде бы уже прямые начнете, ой как зато красиво. Ой, а он долгий. Класс. Полетели. Субтитры подогнал «Симон» Двери, не выключай камеру, красота, красота вокруг, даже зеркало. Удивлён, сзади не тормозил. Ой, вот это я вообще обожаю, я вообще воды не хочу пить, я напился, с утра чая, хочешь там, хочешь тут, мне хочется здесь, но всё-таки если земля где-то говорит, ребята, смотрите, я теку, мягкая такая, классная, а чего она пенная, мне это не нравится, значит обойдусь одним источником. Так как ты течёшь, непонятно. Еду и вот что думаю, даже вот сегодня с утра Маман его зовут, Мамат, мы когда с ним общались, для них там типа разница в 1-0, они её как-то не чувствуют, я вот думаю, сам он когда мне сказал цену, что якобы килограмм мёда стоит 120 долларов, ну бывает, а этот типа его 70 долларов за килограмм, я вообще не в курсе, бывают такие цены на мёд, вот интересное, напишите в комментариях, какой самый дорогой мёд, вот вы знаете, просто вот с чего такая цена, а и если такие цены бывают, за счёт чего, ну вот что в нём такого, я ж не думаю, что он анализ какой-то проводил и сказал, о, вот здесь вот пчёлы работали там, я не знаю, вот такой-то бригадой, нет же, как он, какой стоит столько, то что он менее жидкий, более тягучий такой, густой, вот интересно, я думаю не только мне и всем, как раз будет повод для дискуссии, разобраться с этим вопросом. Какой красивый большой орёл и вороны рядом, что вы к нему пристали, и кстати регулярно тут такую картину вижу, какие-то птицы досаждают орлам. Водопадики, ручейки, летом прям останавливайся, купайся, стирайся, класс, подъём всё не кончается. Вон какая цепочка машин поднимается, ну хоть бы кто-то полз еле-еле с моей скоростью, я бы реально с удовольствием зацепился бы, но что-то они все скоростные, никого окружённого нет. Огромный. Такой и меня может схватить, с такими пятнами на крыльях, класс. А вот я уже вижу, вот он в конце, тут ещё правда ехать и ехать, минут 20 хороший. Время побыть с собой наедине. Класс, все ездят куда-то. Я тоже скоро поеду с горочки, чтобы потом опять я ехал. А деревушки, которые по карте, вот вроде бы вон они, я вообще не хочу туда ехать, ну в смысле, значит смысл у него столько спускаться, чтобы потом подниматься? Нет, мне 60 километров до города, думаю, 20, точно, у меня есть какой-то такой небольшой городок, надеюсь он прям по дороге и там я что-то прям плотненькое съел. Мёд конечно вкусный, за 70 долларов в килограмм, по цене кстати, что-то мы разобрались. Как красиво, я прям в пустойке. С коробкой. Коробок, осликов возят, но овечек я из-за таких бортов не вижу, это те головы, которых я вижу. Ура, 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 ну и вот он, кажется, подходит к концу. Один из подъёмчиков. Ах да, всё, вот оно, до свидания, подъём, а ещё не очень, ну и здравствуй, спуск. Вот это я проявился. Классно, молодцы, вот спокойно объезжают меня, сигналят, дед притормозил мне, давай, 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 ну только что-то на своём, ну по жестам было понятно, что он мне поделывает. Интересно теперь посмотреть, как с той стороны перевала. Так, готовят под виноградники, могло как тут бегать. Салам. Я уже готов делать свои выводы. Музыка. 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 Порогов становится чуть меньше, видно, что, хотя вон вдали видно снежные вершины, небольшой спуск и опять подъём, ах ты здравствуй. Ну ничего, но как-то смотрю, уже ущелье становится шире, соответственно, дорогу уже люди будут строить ровной плоскости. Опять деревушка сбоку, короче, меньше слов, больше педаль. Здесь прям какой-то виноградный край и даже утром этот товарищ, я у меня спрашиваю, а вы типа вино делаете из винограда? Он говорит, он нет, но другие люди делают, много здесь кто делает и вон похоже его продают, наверное, сейчас спрошу. Интересно, что вот настолько у них какая-то вот такая идея, передаваемая из поколения в поколение, что даже сегодня 35-летний мужчина не задумывается, типа что такое хорошо, а что такое плохо, ну типа вино это очень плохо, зато не конкретно, но вообще здесь в стране предложить кальян, марихуану, опиум, гашиш, типа нормально, но это ж не запрещено, странно. Что такое? Шаббат? Шарап? Google Translator. Дари? Translator. Hello. Салам. 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 Салам.